Знал бы граф Воронцов, что его резиденцию превратят в импровизированную парковку. Одно дело парковать брички, а другое – многотонные автомобили горожан. Ведь с недавнего времени любой желающий может свободно разместить свое транспортное средство в пешеходной зоне не просто в центре города, а именно на Приморском бульваре возле знаменитого дворца. Для того, чтобы автомобилист припарковался на столько зырном месте, он должен пройти ряд преград – автоматический швакбаум и запрещающий знак. По поводу второй преграды – это вопрос к службам дорожного движения. А что насчет швакбаума? Его без каких-либо проблем открывают любому желающему. Предположим, что территория возле Воронцовского дворца является парковочной. При этом наша съемочная группа не наткнулась ни на один подобающий знак или разметку, только пропускной пункт. Одесситы склонны к двум умонастроениям – критика городских властей за подобную ситуацию или же покорное смирение. Они не мешают просто. Не мешают вам? Они мешают вам? Ну, в общем, мешают. А как вы считаете, кто виноват в том, что они здесь так спокойно располагаются? Ну, наверное, власти виноваты. Кто-то же должен командовать этим делом. Надо аккуратно переходить все время, следить, а не так выскакивать за поворот, что ужасно просто. Боишься за это. Как сообщил сотрудник контрольно-пропускного пункта, все автомобили возле памятника архитектуры принадлежат родителям детей, которые занимаются в близлежащем центре хореографического искусства. Закрадываются сомнения, что под эту категорию подпадают водители около трех сотен припаркованных машин. На каких вы правах пускаете автомобилистов под знак? Здесь пешеходная зона. Ну, я знаю, у нас список номеров. Список номеров? Да. Ну, здесь около сотни автомобилей и все автомобили в списке. Ну, все в школу сюда, в школу. И всем разрешен проезд? Да. Тех, кто в школу, да. А при этом есть какая-то документация о том, что они... Нейрава. А кто разрешит, кто именно поставил эту пульту, вы не подскажете? Ну, от города с полком. Стоит заметить, что при всех городских головах в современной истории Одессы проезд на автомобилях по Приморскому бульвару и на территории возле Воронцовского дворца был строго запрещен. Похоже, что нынешний городоначальник делает все, чтобы его одесситы запомнили надолго, но далеко не так, как запомнили Дюка де Решелье. Продолжение следует...